И он изгнал духов словом, и далее, говорит, дозбудется вечернее через пророка, он взял у себя немощи нашим. Какая связь с тем, что изгнал, притом словом, и потом дозбудется? Писание было известно, а исполнение не наступало. И Христос, доказательство того, что Он именно Тот, Учитель, и говорит, ныне время благоприятное, ныне день спасения. То есть обратите внимание на дела. Когда Иоанн Христитель посылал сказать, ты ли тот, которого ждать? Он сказал, скажите, мертвые воскресают, нищие благовествуют. А было этого? Не было. Хотя мертвые, там несколько человек и воскресают. Мы можем брать это и в духовном плане, что воскресает человек духовно. И изгнал он словом. Какой роль играет слово? Вот это надо рассмотреть. Нигде не написано, чтобы изгонял молчанием. Откуда появилось такое улучшение, что он молчал и ни с кем не говорил? Это великая заслуга. Я беру для примера самый великий молчаник, это Арсений Великий. Воспитал двух императоров. Учитель царей. Выше его в славе ни один из монахов не поднимался. Его искали на две империи. Воспитывая царских сыновей Аркадия и Гонория, у Деодосия Великого, наконец нашли. Случилось так, что ему пришлось бежать позже. И он взял обед, услышал голос молчи. От кого он услышал, почему я должен верить, что это правильно? К нему люди идут, знают, что у него великая мудрость, хотят поучить. И где молчание? А он оказался супер молчаник. Ему кто дает, он опрокинулся, лег и лежит, не встает. Кто бы что ни спрашивал, человек идет через целую пустыню. Он может представить, какая у людей была жажда. Через пустыню несколько дней идут. И как это понимать? Брат выходит и говорит, я пришел в такую дару. И он ни слова не сказал. А тот говорит, знаешь, сходи к Моисею Угрину. А Моисей, бывший разбойник, даже не Угрин, это разбойник Моисея, стал монахом. Могучий, сильный монах. Богатырь. Настоящий атлет. Напали как-то разбойники, он их слезал, через трещу перекинул, через реку переплыл и принес братьям. А что с ними делать? Надо, я сейчас голову им отмечу. Братья советуют отпустить. А тот, обратившись к Богу, не знал, как угодить. Ночью, где монахи живут, далеко до реки, он им все сосуды наполнит. А не высадят, я буду рассказывать, полный сосуд. Кто бы ни пришел, обнимет, поцелует, приветит. И Бог дает ему мудрость, читает Писание, отвечает. И тот пошел к монаху, к этому Моисею. И тот его принял. И братья стали думать, а кто же из них более великий? И ты никогда не догадаешься. Ждут откровения. И, наконец, один монах заснул. Стоил, заснул в алкаре. Не написано. Ну, не все. В тонком сне, ну и в тонкий сон какой. На тысячелетия хватило. И в этом сне он видит, корабль плывет. И кораблем управляет Моисеем. И ангелом угодил. А вот где Арсений, там управляет Дух Святой. И тогда приняли. И то, и другое угодно Богу. Но все-таки выше тот, кто молчал. Да какого же можно было демона-то знать молчанием? Бес глухой и невой выйди из него. Вот что надо было сказать монахам. Да это просто бес какой-то засел и просидел тысячу лет. Никто никому ничего не говорил. Его ищут. Проходит уже 30 лет, как никто не видел. Наконец нашли. И первое, чем он похвалился, поверь, брат, я нахожусь здесь 30 лет и лица человечества не видел. Другого находит Ануфе и 70 лет. Поверь, брат, 70 лет я никого не видел. Это величайшая его заслуга. 70 лет я не разговаривал, ничего. Со дверями можно говорить, а с людьми нет. Это же греховное создание. Это не просто ненависть, это супер-предрение к человеческому роду. И монахи его будут прославлять, называть святым. У них своя шкала, свое царство. И кого они прославляют, это не царство Христово. Я увидел, что у них свое монашеское царство, где оно только находится, я не знаю. На земле, ниже земли, выше, но это не царство Христово. В царство Христово входят те, из которых слово вызваны демоны, которые через слово обратились, которые словом исповедовали веру во Христа. Нет нигде этого, чтобы молчать. Ни с кем не разговаривать. К Арсению приходят издалека люди, и они советы знают. Он раз в неделю храб ходит, и становится он затем столбом, и ни с кем не разговаривает. Вы постарайтесь перехватить. Он прошманул за стол, закрыл лицо, и оттуда скорее высказал. И там не удалось с ним поговорить. У человека знания энциклопедические. Они с ним умрут. Это ради незакопанный талант. Как можно было это прославлять? А прославляется это не один день, не два. Две тысячи почти лет. Почему никто об этом не кричит? Почему Иоанн Гатаус об этом не вопиял? Почему он оставался этим маляхам, живущим на горах? Я этим почему не могу разрешить только одно, один словом. Не знали Бога. Они не считали эти места в Писании, что Иисус изгнал словом, чтобы сбылось реченное. А если не изгонять словом, значит, реченное не сбылось. Мы делаем пророчество недействительным, и грех-то идет дальше, надо разбирать. Да сбудется реченное. Только в Новом Завете встречается. В Ветхом Завете нет этого, потому что там сказано, а исполнение наступит в другой эпохе. Потому что исполнить сказанное не было сил. Для этого нужно было примирение с Богом, получить дар Святого Духа и начать рубить под корень бесовскую силу. И в Новом Завете это говорится десять раз. Нам этого мало. Что в нашей жизни исполняется, да сбудется реченное Писание. У тебя сын прогнился? Что нужно? Не жалея розы. Да какой же ты, Отец, спину исполосовал? А ты ответь, да сбудется реченное Писание, написанное, не жалея розы. Ты так отвечу. Писание так говорит. Что бы тебе ни говорили, ты постарайся найти подтверждение Писания правотыства. И нет правоты, ты неси покаянный. А если так, да сбудется реченное Писание через меня. Пусть никто никогда не говорил, а я сказать должен, потому что я это узнал. Бог открыл мне это знание. Я поверил, что Библия дана для всех людей, не для монаха только. В третьей книге Царств, 13 глава, 5 стих. Мы считаем о том, как было в пророчестве. Сказано, что вот сегодня кремль стоит, там мавзолей. И пришел бы пророк и сказал, разрушено будет все. Ровное место будет, мавзолея не будет. Он сказал о жертвеннике. И жертвенник распался в дальнейшем, и пекел жертвенника рассыпался по знамению, которое дал человек Божий словом Господа. Конечно, словом Господа. Я вам хочу сказать словом Господа. Потеряю, кто распадется. И не устоять при одном действии. Если вы на первое место не поставите священное Писание, жизнь во Христе. Потеряйте. Первое, это поселенство. Одна палатка была, сегодня солевшая. И не было сказано, что будет 10 тысяч. Хотите, чтобы здесь корщина была? К утру у вас ничего не будет. Двери вам научат закрывать. В огородах у вас маленько уменьшится. Вы хотите этого? Ну, делайте так, как Господь вели. Начинайте день с молитвы. Вставая раньше, я стою до того, чтобы в утренние незамутненные часы предать размышлению о Божественном. Не так, а бы как, 3 минуты и скорее бежать управляться. Вставай на полчаса раньше. Днем отдохни, выбери время. Утренние часы обязательно разбудите детей. Чтобы они были с вами. У нас вчера приходит мать без разрешения, взяла ребенка. Под видом заболел. Приходит вещь и сегодня забирает. Меня даже не уведомляет. Это ваше состояние такое. Ну и бери. Я так не сказал. Я поехал на дом. Зачем взяли? Да он болен. Где он? Вызывает. Выходит нормально. Не болен. Обман. Так, скажи, ты чего это все не читал, не вам? Не читал. Лагерь читал. А разъяснение было. А что разъяснение, когда они читали? А в лагере разъясняли. Я пришел, какой вам пример рассказал. Помните, принял журнал, копинка. Он уже ничего этого не знает. Мать, что? Я вот сейчас приведу. Перед всем собранием, перед лагерем принесите изменения. Вы поступили неразумно и весьма неразумно. Вы будете искать потом этого. Вам дома не устроить такой порядок, как у нас. У нас это просто как монастырский устав. Но без молчания. Сказать, что какие дети поступили и уехали, нет. Мы вчера одного проводили. Для всех явно, какое в нем изменение и физическому здоровью, и духовно. Он радостный, веселый ребенок поехал. А приезжают дети дома, от них оказывается, там такое свидетельство идет. Столько они родным разговаривают, но дома постепенно все это заглыхает. В Деяниях 15.32 написано «Иуда и Сила, будучи также пророками, обильным словом преподавали, и наставили братьев и утвердили их». Нигде не написано, что наставить можно молчанием. Обильным словом. Вы себе мысленно представляете, что внезапно сегодня вы окажетесь в той стране, где никого нет верующих. А это может быть. Что вы будете делать? Как вы будете наставлять? Кто не знает, я просто хочу сказать. Меня протащили по пяти тюрьмам. Мне встали в пересыльные тюрьмы. Ну, не больше недели. О том, что я верующий, узнавали минимум через один час. Максимум через два. Уже знали, начальник вызывал. Уже молитвы, камера сидела, 50-60 человек, молитву уже переписывали. За два часа до отбоя, десять часов, восемь часов, я начинал с проповедовать. Я это время молитвы. Отворяли двери, которые на десять засовывал. И охранники с трех этажей тюрьмы собирались и стояли у дверей, чтобы слышать. У нас было обильное слово. Почему? Бог это сделал. Я забывал, что я в тюрьме нахожусь. Благодарные люди стоят. Охранники сами покупали и приносили то, что нельзя приносить, поесть. Сыр, масло. Ты, отец, устал, ты столько старался и говорил. Они задают вопросы. Слово Божие сохранило, помиловало первоапостольскую церковь. Помилует ли она нас, если мы его не знаем? О чем ты будешь говорить? Везут на этапы. Уже знают, что верующие через стенки стучатся. Нам нужны молитвы. Я не имею права нарушать порядок. Охранник спрашивает, а почему вы меня отвечаете? Я говорю, вы меня накажете. Я разрешаю. Он тут же приносит бумагу, я что-то начинаю писать. Температура уже изменяется. Никого не уводит в туалет, меня выводят. Я когда таясь за других, они слушают. Конвой самый злобный, который на этапе. И эти люди смиряются. Почему слово? Обильное слово растворяется от ста людей. Совсем по-другому ведут. Только доехали люди, эти закрещенные, смотрят, вы как-то могли так. Вы их основывали. Это конвой, самый лютый новосибирский конвой. Он славится на всю Сибирь. Все отбирает, избивает. Это звери бешеные. Они не приедут, совершенно другие люди. Почему? Слово Божие, я его объясняю. Это слово Господне. Если вы попадете в трудную обстановку, где Слово Божие, ну не просто я верующим перекрестил. Это тоже хорошо. Но ты знаешь, что в данный момент сказать? Какое слово? А тут написано обильным словом. Но это сила и варнаута. Вчера, они были-то, может, никто. Но когда благодать Духа коснулась их, они открыли сердце. Бог наполнил их. И из щелева потекли реки воды живой. Реки. Иаков 1,18 говорит, как Слово Божие рождает. И восхоте родил он над Словом истины. Я опять ставлю вопрос. Когда? В какой области? В каком веке в России эти слова считали? И когда они исполнили, чтобы Словом истины родился кто-то? Никон, собак, он, христалец, насмерть, и Слово Божие ни разу нигде не мелькает. Нигде ни разу. Как в кресты прижать? Ядычники, настоящие, те и другие. Аллилуйя, два раза сказать или три раза? Я тебе скажу, сколько раз ты не поверишь. Непрестанно. Ежедневно. Многократно. А Господи, помилуй, больше двух раз не надо. Ну, три раза максимально. Наоборот, все. Непомиланный язык повторяет непомиланных людей сорок раз. У армян, Господи, помилуй, сто раз повторяется церковь. Все перевернуло. А Он, Бог Отец, Его восхотев, родил нас Словом истины. Если Слова истины не было, в прошлом не было, вы вот таки нерожденные. А Господь говорит, надо бы вам родиться свыше. Кто не родится свыше, не умеет Царство Небесное. А если нерожденные свыше, да они канонизированы сегодня. Ну, я не утверждаю, я только предполагаю. И думаю, что это могло быть. Потому что канонизированных католиков и православные не признают. Канонизированных старообрядцами и коньяне не признают. У каждого свое царство. Апас, полково признают. Тех святых все признают. Одинаковые католики, сектанты и все. Здесь дело различное. Значит, все-таки на сто процентов быть уверенным, что католические святые в раю мы не можем. Даже как и православные, они тоже скажут, а почему я должен верить, что он в раю. Ну, ты подади кому-нибудь, скажи, протокопа вакуум святой. Ну, скажи, какой смутян, его сожгли. Царь сжег. А для старообрядцева святой. Не только он. Но тот, который первый пришел митрополитам Россий, старообрядцам, тоже канонизирован. Ну, что этот вообще ни за что не мученник. Почему? Ну, потому что никоняне дают такой же пример подряд всем. А слова истины, даже ни одного слова нет. А какое слово истины? Что Иисус сошел на землю. Родился, соответственно, Деву Марию. Что Он взял наши грехи на Себя. И мы поверили в этом. Чтобы из Иисуса нет шагу. С Иисусом только я могла держать победу. С Иисусом могу быть счастливым в любом месте. Словом истины, рожден я или нет. Или я по привычке шел за родителями, входил в храм, привык. Встал, стою, отстоял, ушел. Ну, не пью, не курю. Ну, это заслуга, конечно, что не пьешь, не куришь, в этом общем. Это тоже положительным. Но это не рождение свыше. Рождение свыше – это полная капитуляция. Признание себя мертвым и просьба Иисуса занять мое место на кресте. Занять мое место в Татаре, в Аду. Выкупить меня. И только через веру. Я принял Иисуса, принял и живу для Него. Это Яков говорит. Кремлину 15.18. Покорность язычников, вере, словом и делом. Через слово и дело приобретаются язычники. 2-й витрате 7. А нынешние небеса и земля, содержимое тем же словом, сберегается огнен, один суда. Содержимое тем же словом. Каким? То слово, которое сотворило мир, это же слово содержит, пока Бог не скажет конец. Вот мы сидим, мы не думаем, что земля не селся в коже. Продолжение следует...